и привет дорогие друзья с вами как всегда я рашен фир и с наверное уже точно последняя серия о вольсон blue trail сюжетную кампанию мы в прошлой серии с вами прошли ведь тут открылся такой режим как поборник шторм фола править шторм фолом и участвовать в приключениях случайно созданном окружении с удивительными наградами давайте просто попробуем что нам это даст и как править шторм фолом то есть мы стали полностью поборником шторм фол ну шторм фол как вы помните это первая локация где мы с вами появлялись blue trail дополнение я не понял либо это все же еще не доделанная игра вот в чем вопрос как бы продолжение следует продолжение для чего как нам сказали последнем серии шесть месяцев спустя либо blue trail вот это и есть добита я все еще не уверена шторм фол достаточно страдался мы больше не вправе грызться между собой и правда дома должны быть готовы к компромиссу проявить единство в это смутное время и поэтому при отсутствии всяких претензий и притязаний мы решили избрать регентом тебя не буду тебе врать у многих из нас были сомнения но знаешь что ты был прав интересно интересы наших домов слишком разрознены принимать решение о том куда вкладывать инвестиции без лидера стало крайне сложно видишь и после отказа дамаскуса от престола начался переломный период сам знаешь без решительного лидера все разваливается любой проект требует единого решения и мастолу алиюна мисс литвы не считает а проекте и конечно такого никогда не было и не будет я уверен как у нейтральной страны у тебя нет конфликтов интересов и у каждого дома будут равные шансы что твое решение будет способствовать общим интересам ну и люди конечно они просто обожают тебя так почему нет твой послужной список поражает а моральные устои стали светочим для многих в это смутное время я рад что вы увидели пользу в этом великолепными лорд а вам еще предстоит к этому привыкнуть должно быть вы жутко устали после такого странствия прошу хоть денек отдохните когда будете готовы соберите нас для обсуждения будущего шторм фолл спасибо вам всем вам немного отдыха не помешает прекрасно милорд и прощайте да прощайте милорд мы еще вернемся к этому разговору ну окей добро пожаловать режим поборник шторм фола поздравляем вы завершили все три сюжетные главы больцы последние шесть месяцев после событий в слиянии слились и воедино теперь оказалось что благородные дома шторм фола решили назначить вас регентом города как регент вы будете управлять шторм фоллом и продолжать улучшать свои боевые навыки чтобы приступить к своим обязанностям поговорите с громовым клинком за зала хиром или откройте экран обзора шторм фола давайте посмотрим что тут изменилось хотя бы но уже светло это радует да а чё главного этого не пускают как так ну ладно давайте посмотрим что есть продавца пистолет солнечной вспышки маска духовного зрения силовой щит оккультного урона свирепости даже не знаю смерта кованые перчатки здоровье силовой щит перчатки возьмем ботинки вороноглазые легкоступы давайте возьмем тоже так мы маску наверное возьмем это что у нас такое камень бытия тут у нас поддержка 3 поддержка 3 скорости атаки и колдовства нет пока не будем вставлять это нам не надо сюда нам нужен камень камень поддержка 3 шанс наложения отравления ядом шанс кровотечения поджог поджог до вложение проклятия шеломление поджог урона огнем либо либо поджог здесь 16 здесь тоже 16 до ну да давай так вот сделаем это я думаю нам не надо хотя 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 многое может быть и поменяться да пожалуй штаны мы выложим эти у нас еще есть такая броня великая мантия давайте ее наверное один пока это уберем пусть она полежит это забирай так что у тебя еще есть нам не интересно вот тоже ничего не интересно ладно давайте переоденемся тогда так вот эту меня и вот на эту на и ботинки меняем мы маску тоже кстати тут у нас что идет защита 2 защита 2 да да защита 2 скоростью восстановления так рейтинга стихийных сопротивлений оккультных не то не то не то не то не то все не то пальто защита 2 защита 2 же да да защита 2 даже не знаю какой поставить давайте наверно вот этот камень бытия поставим так потом нам надо переделать вот этих вот чувачков вот так вот сделать ну и в принципе мы готовы так кому нам тебе а нет тебя просто оружие что ли крушитель а где у тебя какие-нибудь хорошие для меня оружие посох физический эфир но он с красным нафиг пойдемте к этому приветствую вас милорд не знаю заметили вы это или нет но наш город привлек небольшую стаю дрейков они из порядка а шары их матриарх та самая шара куда-то пропала и они полетели ее искать сказать что они в отчаянии значит не сказать ничего а порядок а шары я знаком с одним из его рыцарей должно быть и его зовут ил илтаин он спрашивал о вас илтаин да да он самый славный воин но почему он ищет а шару именно здесь надеюсь вы не огорчитесь но мы сами обратились к ним мы получили доклады о крылатых змеев над дебрями штормфола а из тех кто связан с драконами мы знаем только порядок милорд милорд осмелюсь вас просите штормфолу было бы весьма выгодно оказать услугу порядку археон наш союзник а порядок пользуется уважением среди его аристократии если мы поможем спасти драконицу это существенно укрепить наши связи с археоном что ж если это в интересах штормфола не вижу причину медлить прекрасный милорд илтаин и остальные рыцари ожидают вас во дворце понятно этот уже не работает да кстати как мы выглядим давайте посмотрим о глаз ну да черная броня это и линка извините зашлись король идет ты и вдруг регент невероятно но и как тебе светская жизнь не могу сказать что я в восторге но стараюсь творить добро приятно слышать извините что вмешиваюсь но у нас серьезный кризис верно да простите регент это одна старейшина порядка один из лучших мы пришли сюда потому что да мне уже сказали что ашара исчезла мы помним как вы помогли штормфолу и с радостью окажем вам ответную услугу надеюсь что так но предупреждаю все очень серьезно ашара намного важнее чем я тогда говорил илтаин если штормфол с нами он должен знать правду о чем это он если есть что то о чем не стоит узнать скажите это сейчас ладно говори илтаин пожалуй держать это в секрете и правда неразумно ладно в общем ашара она дочь древнего существа по имени наэдра которая связывает наш план бытия с другими эти другие планы в них есть сила сила которую ищут люди ашара помогает наэдре следить чтобы пути туда были закрыты без ашары наэдра потеряет свой голос голос да голос а без него в общем так если с ашарой что-то случится всем будет очень плохо так что мы мы не допустим чтобы с ней что-то случилось ладно илтаин тогда не будем не уверен что я все понял но даже если все это сказки я у тебя в долгу если ты говоришь что ее нужно спасти то я с тобой я поручу громовому клинку за холиру что там я уже говорил с ним он сказал что согласишься помочь мы поставили шатер за городом как будешь готов приезжай а почему меня пятая ячейка не открыто умений если я прошел основную кампанию как не и открыть непонятно 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 так тут у нас что вообще по идее кражи силового считается да нам надо повышение шанса негативных состояния вот это не особо надо кражи здоровья отнесенного урона давайте вот так урона негативным состоянием урон от умений враги одержим паразитом повышает повышенность сопротивления блин никак не сделать да давайте вот так так ну что погнали тогда явитесь в совет ашары и прикажите отправить разведчиков в дебри то есть возможно это даже еще одна компания добро пожаловать в экран обзора штормфола отсюда можно получить доступ к различным заданиям задания помогут разблокировать различные игровые функции такие как пятая ячейка умения кстати вот да больше вкладок личного хранилища последний аспект апокалипсиса и так далее чтобы получить доступ к заданиям просто выберите соответствующую иконку для разблокирования функции задания вам нужно запустить проекты построек внутри него чтобы разобраться в этих функциях в каждом здании это в зданиях они ждать задания каждом здании есть справка которую можно включить нажав на вопрос правом верхнем углу экрана на данный момент дворец штормфола уже построен и вам нужно завершить его проекты чтобы открыть доступ к проектам постройки других зданий откройте окно дворца штормфола выбрав иконку о как все сложно то дворец штормфола добро пожаловать в алмазный совет здесь мы обсуждаем важные дела например созданное задание новой инфраструктуры позволяющей процветать нашим предприятиям дороги мастерские защита растительные сети и все такое получается есть уже как в этой как какой-то такой старенькой ладно так дворе штормфола с давних пор является домом лидеров штормфола именно здесь городской совет собирается для того чтобы обсудить свои опасения по поводу нынешнего положения делать штормфола и обсудить новые инициативы прежде чем они будут утверждены главой государства так нам нужны молоточки продуктивность 10 до улучшение продуктивности вот есть старт проекта на на 20 тысяч золота и 50 молоточков а если мы построим это станет доступным ремонт гарнизона искателей о факт вот это да нам надо вот это делать видимо учебные корпуса 0 из 10 активные проекты ну окей институт притечь ремонт института алмазный банк банк стал алмазный банк стал заменой центральному банку штормфола разрушенного восставшей нежити внутреннее хранилище построен специально для защиты вашей экипировки на случай если вы слишком обременны своими приключениями короче это все можно строить до кузнец преобразований деметра усовершенствовала технику позволяющие изменять форму и свойства любых предметов или экипировки специально для этого она разработала кузницу деметра предлагает вам перековать в кузнице любую неиспользуемую экипировку в надежде на более удачный результат ну короче теперь нам можно просто все улучшать получается и будет все это дело строится как я понимаю зеркальный корабль какой-то тут но очень много всего читать пока не будем вам нужно закончить ход чтобы продуктивность распределилась по проектам для завершения хода вы должны успешно завершить операцию чем сложнее задание тем больше продуктивности будет добавлено к вашим проектам при провале ход не завершится вернитесь в оперативный штаб и выберите операцию для выполнения оперативный штаб но я же выбрал вот а вот оперативный штаб это оперативный штаб он предлагает выбор операций которые вы сможете выполнить для защиты шторм фола при этом за каждую завершенную операцию вы будете получать награды которые помогут вам справиться с более серьезными задачами вам на выбор доступно три разные операции каждый со своими рисками и наградами новый набор действий будет доступен после завершения операции здесь же вы можете использовать любые предметы специальных миссий из вашего инвентаря или личного сундука нажмите на кнопку расходные материалы в оперативном штабе чтобы увидеть все доступные материалы да ну допустим карты экспедиции ми ми а мы грез ну этот список пуст понятно охота за модификаторы карты какие-то здесь скрывается слуга отступника отличная возможность нанести удар стоп разрушитель контракт и что мы за это получим до 3 давайте наверно начнем контракта модификаторы карта вы принимаете вызов вы можете добавить случайный модификатор в эту экспедицию увеличивая сложность если вы пройдете и вы если вы пройдете ее с этими наверное условиями добыча будет более частой и редкой ну давай принимаем модификатор босса или творный разносчик ну да давай например так попробуем адепт то есть тут мы можем кого-то с собой брать потом что или как или это насколько мы проходим операцию так модификаторы я же взял подручные 55 процентов длительность эффект контроля для вас кислотный дождь 40 урона огнем давай урона огнем игроки минус 40 скорости бега враги шанс наложение кровотечения ну давай вот так еще принять начать звучит несложно не так ли да вроде нет давайте попробуем алтарь компаньона и что это за хрень гигантская кобра то есть мне будет помогать гигантская кобра как я понимаю да вон она ковра появляется да ну давай пишите под этим видео нравится ли вам такой формат прохождения данной игры или нет если да то я продолжу снимать для вас некоторые серии по данной игре если нет то соответственно будем искать что-нибудь другое так тут мы со всеми разобрались ну вроде да давай отсюда заглянем тут кто-то есть губры блин появляются и непонятно кто из них за нас кто не за нас на рак ты зато выпадает пойдемте сюда спустимся бейте врагов в этой области всякая хрень ненужная надо кого-нибудь себе приручить что ли кто из них мощный вот здесь непонятно почему правителю дают заниматься такой фигней вот такой то меня еще вопросы ну и новые враги до появляются как я понимаю ты вроде сильная была сама пойдем алтарь торговли чего первый раз такое слышу кого-то атакуешь ты так где все бесы меня фигня что там ты материшься или так говор такой картилизатор это единственное что нормальная выпала пока что поиск посох так ну и чё на рак мракобесие что же лягушки так это мы принимаем все даже новые умения какие-то появляются до кого вы там бьете завязывайте уже кобра своя до ну я что это за фигня было пошли дальше телезатор который нам нужен о проклятый сундук вот это нам надо шли просто я нерак не заметил чего-то добить не можете без меня что ты молодец но нифига не понятно что колдуешь конечно где-то кто скелет череп был смысле не скелет мимо почти дошли до куда-то авто турель чего то есть у нас теперь может быть турель вы разбираетесь папе охотничьи роя нас был знак скверный не было с луками пистолетами ковка ковка нам не нужна тут пока тоже менять ничего не охота пойдемте дальше нет не вернуться а а а а а а а Продолжение следует... А наш возглас у нас был... Господи... Достали, честное слово... Операция успешно завершена... Верните шторфу, чтобы забрать награду... Но я еще хочу всех убить... Для начала... Да, и все, видимо... Ну, вот еще... Да, все, мы... Типа задание выполнили... Сейчас посмотрим, что нам за это дадут... Хотя... Задание, как по мне, так вообще ни о чем... После боссов и не только... У вас и членов вашей группы штормфолк... Так, и видите, совет магического... Уровень врагов... Ну да, мы завершили все... Поздравляем, вы завершили свой первый проект... Теперь, когда учебные корпуса завершены... Вы можете приступить к проекту постройки гарнизона искателей... Если вы хотите построить другое здание... Выберите его иконку и узнаете, какие проекты дворца нужно завершить... Чтобы приступить к этому проекту... После того, как вы закончите с проектами... Завершите операцию... И закончите ход... Распределив вашу общую производительность... На каждый активный проект... Ну, это понятно... В продуктивности получена базовая продуктивность 10... Так, ну и общий бонус продуктивности 265, да? Ну и какие-то тут награды... Ну давай эту... Например... Так, это мы идем продаем, да? Соответственно... Забирай... Кольцо херовое забирай... Камень оставим... Так, успешно построены новые учебные корпуса... Штормфолл... Это должно быстро повысить качество подготовки новобранцев... Ко следствия... Теперь Штормфолл может выделить средства возрождения подготовки искателей... Ремонт корпуса завершен... Так... Приступить к ремонту гарнизона искателей... Допустим... Гарнизон искателей... Это что? О... Гарнизон искателей... Это что? Лечение продуктивности... Продуктивность повысится навсегда... А вот это нам надо... Но на этом, дорогие друзья... Мы будем прощаться с вами... Не забывайте подписываться на канал... Ставить свой большой палец вверх... Если вам понравилась данная серия... И пишите, стоит ли делать прохождение дальше... По таким миссиям... И отстраивать Штормфолл... Увидимся в следующих сериях... Всем пока!